Я рад приветствовать каждого, кто присоединился к нам в прямой трансляции. Я рад приветствовать каждого человека в церкви. Я хочу сказать вам с Рождеством! Поздравляем! Это чудесный праздник. Это самый великий день, который только может вообще быть или был в истории человечества. Это тогда, когда наш с тобой Спаситель, Он родился на этой земле, чтобы взять на себя грех этого мира. Стать жертвою за твой и мой грех. Слава нашему Господу! Дорогоценный, я сегодня хотел поделиться бы тем словом, которое живет у меня в сердце. И я называл его, знаете, так, несравненно больше. Несравненно больше. Я не знаю, что ты чувствуешь или что ты переживаешь, о чем ты думаешь, когда ты это слышишь. Но я бы попросил вывести на экран один текст. Он записан в послании к Ефесянам 3.20. Знаете, сейчас модно открыточки такие. Вот это открыточка вам сегодня, знаете. Это открыточка тебе, если ты смотришь, и у тебя это есть на экране. Этот текст звучит так. А тому, кто действующий в нас силой может сделать, несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Аллилуйя! Прославь Иисуса, знаете, потому что я думаю о том, что ни у кого из нас не возникает сомнения о том, что наш Бог – это Бог невозможного. Это всемогущий Бог. Это Бог, который может сделать в твоей и в моей жизни несравненно больше того, о чем мы просим или того, о чем мы даже помышляем по Писанию. Знаете, и я думаю, что практически у каждого из вас, если задать этот вопрос в вашем пути с Богом, видели ли вы, как Бог делает то, что вы иногда даже и не просите, знаете. Бывает так, ты ходишь, думаешь, размышляешь, ну, сердцем радеешь, а Бог раз, видя все это, и отвечает тебе, ты вроде даже и не попросил, а Он ответил, и еще потом насыпал, как по Писанию сверху, знаете, меру, которая описана там. Скажите, есть здесь такие люди, кому Бог отвечал-то? Кто знает такого Бога? Я вижу. Я думаю, что у каждого христианина есть такие моменты. Если бы я спросил, тут было бы множество свидетельств. Я думаю, люди, которые сегодня присоединились по каналу ТБН к нам, вы тоже там поднимаете руку и говорите, да, да, мы понимаем, о чем ты говоришь, пастор. Знаете, ну, когда мы читаем Библию, что Он может сделать несравненно больше того, о чем мы помышляем и просим, я думаю, что это маленько не так, что мы с тобой с верою помолились Богу, и сели такие и ждем, знаете. Сейчас оно, значит, что-то вот это несравненно большое, что-то такое благословение, значит, само собой как-то придет в нашу жизнь. Но я думаю, что так может быть, но это какая-то крайность, на мой взгляд, потому что, ну, может быть и другая крайность, например, то же самое, мы прочитали этот текст, Он вдохновил наше сердце, и мы такие, знаете, особо не дожидаясь уже ответа Божьего, думая о своих возможностях, планах, мечтах каких-то, то, что есть в нашем сердце, доверяем Богу и, знаете, и кидываемся туда, что-то делать своими силами, что-то там, значит, производить или добиваться чего-то. Я думаю, это тоже какая-то, может быть, крайность. Ты тогда скажешь, послушай, ну и как тогда, что нам, ничего не делать или никуда не идти? Я говорю не об этом. Конечно, я сегодня говорю не об этом. Я хочу говорить немножко о другом. Я хочу говорить о принципе, который я вижу в первую очередь в своей жизни, как Бог может сделать несравненно больше в жизни верующего человека, в жизни человека, который любит Иисуса, в жизни человека, который радеет о водительстве Божьем. И он может сделать несравненно больше. Я думаю, что здесь много сегодня таких людей. Но, к сожалению, знаете, один текст, я его все время пытался как-то из проповеди, ну, хочется же Рождество только радостное, но вот один текст, Бог настойчиво мне начал говорить о нем. И я подумал, что об этом надо сказать, потому что сегодня, к сожалению, мы наблюдаем миграцию, миграцию христиан, миграцию из церквей, переезды, семьи. Я не против переездов и семей, только, знаете, ну, не тогда, когда это происходит, просто на основе своих возможностей, без обетования Божьего. Я думаю, понимаете, о чем я говорю? Когда есть все-таки обетование Божье, когда Бог проговорил в сердце человеку, это серьезный шаг переехать, это серьезный шаг что-то сделать, такое, что в жизни что-то изменяется, тебе нужно переехать, оказаться в другом собрании, тебе нужно поменять место работы, учебу детей, уклад жизни. Это серьезно. Это вещи, которые физические, это вещи, которые, как бы, ну, мы можем делать, как бы, если мы достаточно смелы, мы делаем это, но есть составляющая, и она духовная составляющая. Это тогда, когда ты родился в определенной семье, это тогда, когда ты впитывал какие-то определенные витамины. И вот вопрос, понесешь ли ты эти витамины дальше, будешь ли ты распространять Царство Божие и Евангелие Иисуса Христа, или ты просто преследуешь свои какие-то цели. Я говорю с искренним сердцем, никого не подразумевая, ну, лично там, что, а, вот это вы. Если ты переехал, если Бог благословил тебя, ты несешь там служение, за тебя помолилась церковь, церковь радуется, тело радуется, когда кто-то поехал, и оно умножается, и Царство Божие распространяется, я только за, но только, знаете, апостол Иаков, в своем послании, в 4 главе, он пишет, он говорит, теперь послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар. Слышишь? Пар, являющийся на время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое, вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие и есть зло. И так, итог этого всего, апостол подводит, кто разумеет делать добро, и не делает, тому грех. Он говорит, при каждом переезде, при каждом событии, вам надо размышлять, угодно ли это Господу. Угодно, если будет угодно Господу, и живы будем, конечно, мы сделаем и то, и другое, и третье, и четвертое. Я очень благодарен, если такие размышления есть у каждого человека, который переезжает с места одного на другое. И я молюсь о тех людях, которые просто избрали по своему уму переезд, которые в поисках лучшей жизни, в воплощении своих возможностей, ожидают, возможно, что Бог сделает там несравненно больше, чем они думают и помышляют. Возможно, но в Писании я вижу немножко другие принципы, поэтому сегодня я хочу говорить о том человеке, о тебе и обо мне, о тебе, кто переехал по воле Божьей, о том, что Бог действительно может сделать несравненно больше, о чем ты мечтаешь, о чем ты просишь. Но просто этот текст, он, знаете, не весь. Поэтому там написано просить, то есть просить в молитве. У меня есть короткий пример, я, может быть, не один раз его приводил, потому что просить у Бога, ну, в молитве нужно, ну, по Его воле, простите, по Его воле нужно просить. Писание так говорит. И когда я очень сильно хотел жениться, знаете, вот пример из своей жизни, где-то Наташенька с детками вышла, я очень сильно хотел жениться, я так сильно хотел жениться, прошло мое восстановление, значит, после центра. И я уже такой настроился, что-то в церкви, знаете, не получилось вот так вот сразу жениться как-то. Ну, правильные же все мне как-то. Я там поймал себя на взгляде, что я на кольца смотрю, потом думаю, да ну его вообще, зачем это надо. Пойду, думаю, в мир, там есть у меня на примете пару хороших девушек, я их приведу в церковь, они покаятся, и все, у меня будет замечательная семья. Это один момент. Потом меня начали выправлять, пастора приехали вот с такими глазами ко мне, ты что, говорит? Я говорю, ну а что, я так, ну вот понимаю. И разговаривая с одним служителем, он говорит, а как ты молишься? Я говорю, ну как я молюсь? Ну так, по-честному, ну Господи, дай жену христианку, там, ну мне же охота, чтобы не изменяла, знаете, мне же охота, чтобы прям правильная была, там, все там, Бога любила, там, все было хорошо. Вот. И он говорит мне мысль, которая поменяла мою молитву. Он говорит мне мысль, послушай, говорит, Василий, вот знаешь, есть, говорит, хорошая картина, говорит, просто даже в мире, вот такие благородные картины, когда человек молодой хочет жениться на дочери, там, какого-нибудь там, ну вот, папы, да, там, дворянина, например, или кого-то. Вот, говорит, прежде чем, значит, ему вообще жениться, он, говорит, к папе приходит и просит руку дочери, у папы. Я как-то так, и все, знаете, поговорили, но с этого момента моя молитва серьезно изменилась. Моя молитва изменилась, потому что я начал просить у Бога в соответствии с тем, доверить ли он мне свою дочь. Понимаете? Доверишь, Господи, доверь мне свою дочь. Я начал думать об ответственности, которую мне надо взять. Моя молитва изменилась, и я вам скажу, что не заставил себя Господь дать мне дочь, и все, у меня прекрасная семья, прекрасная жена, аллилуйя, слава Иисусу. Просто изменилась молитва, поэтому очень важно молиться в соответствии с волей Божьим. Угодно ли Отцу нашему небесному было, чтобы так мое сердце повернулось, или просто дай мне дочь, дай там сверху, дай хорошую, вот такую, вот такую. Хотя моя жена там и цвет глаз выбирала, когда за меня молилась. Ну, я так не молился, мужчины по-другому устроены. Чуть-чуть дальше, знаете, и дальше, то, о чем он говорит, он говорит, ну, у нас есть пример молитвы апостола Павла в этом же послании, чуть выше, мы, если посмотрим, 14 стих, апостол Павел интересно молится, он говорит, для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. То есть у нас есть этот пример, что Павел, он стоит на коленях, я сейчас говорю не о ритуале, я говорю не о положении тела, я говорю о состоянии сердца внутреннего человека, благоговении перед Богом, о трепете к молитве. Апостол Павел говорит, я преклоняю, он о чем-то важном начинает молиться. И когда, я не знаю, когда ты в последний раз вставал, прости меня, на колени, я не знаю, вообще, встаете вы на колени, когда вы молитесь. Я, когда анализировал себя, я думаю, я не всегда встаю на колени, когда я встаю, но, наверное, когда нужда, знаете, когда, правда, когда нужда, когда тесно-тесно, что-то болезнь, что у нас может быть, ну, за спасение родных и близких, иногда, правда, прям сокрушаешься, ну, Господи, ну, открой ты им глаза, да, открой ты им сердце, ну, что же, сколько же это будет продолжаться, и ребенок заболел, какие-то вот такие моменты, наверное, но молитва апостола, она была очень удивительная, потому что мы сейчас ее прочитаем чуть ниже, она была удивительна, он просил Бога о церкви, он молился Богу о церкви, о том, чтобы людям в церкви какие-то вещи открылись, людям в церкви какие-то вещи открылись, если мы будем читать, то он молился о том, чтобы Дух Божий, то есть крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, вот он прям перечисляет, я просто, у меня выписано, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, это 16 стих, а не подряд идут от этой главы, Ефесянам 3, и 17 до 19, верою вселиться Христу в сердца ваши, разуметь превосходящую любовь к Христову, что такое широта, долгота, помните этот текст, он молится об этом, для чего? Дабы вам исполниться всею полнотою Божию, он так заканчивает свою молитву, апостол Павел, ты молишься о церкви, мы же покаялись, апостол Павел, мы же приняли Иисуса Христа, он живет в нашем сердце, мы же церковь уже, ты же пишешь письмо к церкви, ты же пишешь письмо к возрожденным людям, но апостол Павел вкладывает что-то большее, и вкладывая вот это что-то большее, мы можем с тобой вернуться к этому стиху, потому что, знаете, вот с которого начали, внутренний человек, о котором он говорит, чтобы он духом святым укрепиться во внутреннем человеке, внутренний человек, это наш разум, это наша совесть, это наша воля, понимаете, и они укрепляются тогда, когда Христос вселяется, и слово такое я выписал, катаэкейн, это вселиться в сердце, греческое слово, которое там стоит, как его употребил в этом обороте апостол Павел, означает вселиться на постоянное место жительства, то есть это не разовый акт, когда ты покаялся, Бог коснулся, очистил тебя, все хорошо, он говорит, нет, самое главное, укрепиться духом святым, знаете, и когда я готовился к этой проповеди, я так вопросики задаю, мне вопросики задают, а как ты это церкви объяснишь, как это вот, вот как это, вот духом, чтобы укрепиться во внутреннем человеке, как это вот, сердцем селиться Христу, сердца, знаете, что я ответил, я ответил, я смотрю на апостола Павла, и он никак это не объясняет церкви, он молится о церкви, потому что это действие силы Божьей, потому что это то, что делает Бог, когда человек, слыша это, он начинает размышлять об этом, он начинает просить о том, чтобы дух святой укрепи меня, на моем пути, Господи, не хочу где-то выискивать тебя, я хочу слышать тебя, хочу понимать, хочу понимать твою любовь, любовь, которая превыше моего разума, превыше вообще моего понимания, которая вообще безграничная, беспредельная, что это такое, я хочу исполниться полнотою Божию, что это такое, знаете, для чего апостол Павел молится так, потому что это здоровый, нормальный, исцеленный христианин, понимаете, это человек, который знает всю полноту Евангелия, это человек, который может нести здоровое Евангелие, Евангелие, выверенное Иисусом, с Духом Святым. Правильное учение, без перекосов. Это человек, который получил свободу от отвержения. Это человек, который простил обидчиков. Это человек, который, даже если болен, верит в исцеление и продолжает жить с Богом, не обижаясь на Него. Это человек, который принимает других людей, потому что в нем обитает полнота Божья. Этот человек не может просто ходить с полнотою Божьей сам для себя. Он пытается раздать это другим людям. И в этом сила Божья, потому что, когда человек этот начинает говорить, рядом находишься с таким человеком, и ты понимаешь, он знает Бога. Этот человек знает Бога. У него есть жизнь с Иисусом. Вот апостол Павел молится об этом в церкви. Он не молится об умножении. Он не молится о том, чтобы там суперпроповедники какие-то выросли. Он молится о каждом человеке. Он молится о том, чтобы церковь, тело Иисуса Христа было здорова для того, чтобы она могла исполнять свое предназначение, то, которое Бог предназначил. Вы знаете, и когда мы читаем этот текст, кто действующий нас силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем, нам надо с тобой увидеть, что после перечисленных этих качеств апостол Павел говорит, кто действует в нас силою. Понимаешь? В нас силою. Бог не будет помимо тебя что-то делать, того, чего ты не ожидаешь, того, чего ты не понимаешь, того, что ты попросил. Послушай, но если эта полнота есть в христианине, он молится о своих родных и близких, Бог говорит, сила, которая в тебе, сила Евангелия, я верю, что об этом говорится, потому что это подтверждается Писанием, она сделает несравненно больше того, что ты просто ожидаешь, или то, о чем ты помышляешь. Если у тебя есть это Евангелие, это, простите за выражение, правильно запакованное Евангелие внутри тебя, которое готово по первому твоему, как говорится, желанию распаковаться для других людей, в этом сила Божия, апостол Павел Кремлинам это пишет, он пишет, ибо я не слежусь благорестования Христова, потому что она и сила Божия. Аминь! Сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену, в нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Знаете, мне бы, вот хотелось проиллюстрировать, а то вы скажете, я какие-то супердуховные вещи какие-то говорю, практически в моей жизни я наблюдаю это, потому что однажды я делился с церковью, у меня есть откровение, с которого я как стартовал в своем служении, это послание, не послание, Евангелие от Луки, и там такие слова есть, в 12 главе, о которой сегодня Константин уже говорил, там написано так, и так не ищите, что вам есть, это мое откровение, с которого я начал, или что пить, и не беспокойтесь, Иисус говорит, потому что всего этого ищут люди мира сего, ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом, на импаче ищите Царство Божие, это все приложится вам, первое, в первую очередь, ищите Царство Божие, и все, что, о чем вы думаете, есть, пить, достаток, какие-то вещи, это обетование, которое есть у Иисуса Христа, поэтому, если ты что-то делаешь, пойми, в первую очередь, что-то будет двигать, какой мотив внутри тебя, ты ищешь Царство Божие, там, куда ты поехал, ты ищешь Царство Божие, туда, куда ты пошел, или нет, дальше он говорит, не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство, продавайте имение ваше, и давайте милость с ним, приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается, где мол не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, знаете, когда я получил это откровение, я сейчас не буду на этом акцентироваться, у меня в то время, я был молодым совсем христианином, ну, я и сейчас молодой христианин, это так вы только можете подумать, что я старый, а так я молодой, вот, на тот момент мне казалось, у меня вообще все есть уже, кроме одного, я правда говорю, я думаю, у меня все есть, я вот все, я ищу Царство Божьего, все нормально, у меня откровение, где мое, значит, сокровище, там и сердце, все, Иисус, все, у меня все есть, только один текст, мне вот, он не вписывался в мою жизнь, это текст такой, 33 стих, продавайте имение ваше, и давайте милостыню, вот, я, знаете, вот, как бы я ни хотел, в 2009 году, посмотрю вокруг себя, ну, где мое имение, ну, нет у меня имения, знаете, вот, хотелось бы, хотелось бы продать имение, раздать нищим, обернусь, ну, есть квартира там, с мамой, с сестрой, не продашь, не оставишь без жилья, знаете, и я помню, я такое промежуточное, в кавычках, в тот момент для себя решение принял, что такое имение, мне же надо было как-то объяснить себе, потому что я как-то вот к Библии расположен, думаю, как-то же надо объяснить, я подумал, да это жизнь моя вся, да это ж моя жизнь просто, Господи, что я, да жизнь моя, вот жизнь свою буду продавать, и помогать нищим, и заниматься людьми, и служить тебе, и все, у меня раз, все, знаете, состыковалось, состыковалось, и я прям так помолился, я молился, я стоял на этом обетовании, и я жил так, у меня была миссия впереди, я по сей день в полновременном служении, я занимаюсь людьми, я стараюсь помочь и нищим, и не нищим, знаете, я служу Богу, и у меня всегда есть, это запакованное Евангелие, у меня всегда есть мое откровение, я знаю, что у тебя есть твое откровение с Богом, помимо общего направления, которое дал Бог нам проповедовать Евангелие по всему лицу земли, я знаю, что для тебя у Бога есть задание, и Он обязательно тебе сказал его, это твое личное откровение, которое может быть лежит на полочке, может быть ты живешь им, не знаю, но это то, что сделало вызов тебе служить Богу, и ты сегодня здесь, в церкви служишь, или по крайней мере, если оно у тебя есть, начни это делать, знаете, и вот к имению, значит, я уже езжу, служу, уже в другом месте, а когда-то, то есть на свадьбу, родители, значит, моей жены говорили, мы тебе там домик в деревне, он правда старенький, ты знаешь, там поедь его, в общем посмотри, ну какой посмотри домик в деревне, вы что, у меня миссия впереди, у меня вообще, да вы что, я успею, ну все, и там первый раз, в общем, я приехал в наследство посмотреть, через 7 лет, знаете, там такая цифра хорошая, через 7 лет, просто приехал посмотреть, приехал посмотреть, потому что мама ушла у Наташи, то есть покинула нас, там, ну в общем, не стало ее на этой земле, и надо было просто документы в порядок приводить, знаете, написано имение от родителей, и когда я начал этим заниматься, ну наверное, я кратко скажу, могу не успеть все, когда я начал этим заниматься, у меня внутри было вот что, в моей жизни, после отца, который рано ушел, много чего оставалось, каких инструментов, мотор там, лодка, ну какие-то вот такие вещи, знаете, ценные, и я при жизни его никогда не ценил, я рано ушел из дома, у меня свой путь был, вот, и мне никогда не было важно, ни молотки там его, там, ни плоскогубцы там, ну абсолютно ничего, и в один момент вот у меня все сгорело, просто все, даже фотографий не осталось, и знаете, потом, наблюдая за людьми, которые перевозят там родительские вещи, я видел такое, что другие смотрят и говорят, да что они заперед таскают это все, вот делайте мне чего-то, ты-ты-ты-ты-ты, я молчал, потому что внутри, я думаю, мне бы хоть один молоток, знаете, от отца бы в руках подержать, и когда это случилось с Наташей, я сказал одно, я приведу в порядок все документы после родителей, я просто займусь и приведу, итог простой, сегодня мы обладаем двадцатью гектарами земли, то есть, это Бог, понимаете, то есть просто они есть в собственности, когда мы начали оформлять, оказалось, что там это все было, это надо было оформить, мы пошли в этот процесс, знаешь, если бы я тогда, наверное, знаете, всю жизнь же охота, чтобы КамАЗ с пряниками где-то перевернулся, если бы тогда вы мне пришли эти там двадцать гектар, я и сегодня-то особо не знаю, что делать с ними, я знаю, что я буду через это распространять царство Божие, потому что я сегодня езжу, я сегодня проповедую уже двум людям, которые ответственные там за пилорамы, одному фермеру, над директором двум клуба, то есть, понимаете, там Бог что-то начинает делать, потому что просто у меня открылись двери, куда бы я без этого не мог попасть, и так во многих сферах моей жизни, но когда я принял обетование это, знаете, я вдруг осознал, что это все просто прилагается, потому что мое временное раздать свою жизнь оказалось постоянным и единственно настоящим и правильным решением, которое я принял в то время, аллилуйя, и Бог позволил мне это сделать, и позволил познавать и понимать его. Знаете, когда мы смотрим в Библию, мне нравится один герой, потому что, когда мы получаем одно откровение и начинаем проживать его, знаете, Бог не оставляет нас просто вот, ну, ты прожил, и все, он всегда дает какой-то вызов, всегда дает какое-то направление, у меня есть мечта с Богом, у меня есть мечта, с которой я хожу, это книга, знаете, о халеве, оттуда пришло откровение, было пророчество в мою жизнь, о том, что я как халев, значит, пророчествовали мне, возьму там, значит, гору какую-то, но в тот момент мне казалось, это вот ситуативный момент такой, что взять, взять какое-то там, исполнить в общем дело, которое Бог мне сейчас доверил, и когда я его исполнил, я обнаружил, что, знаете, это слово никуда не делось, оно прямо село внутри меня, и у меня оттуда появилась мечта, и она есть, я хочу поделиться с вами, я верю, что Бог позволит, ну, дай Бог, и живы будем, если Господь позволит, угодно будет ему, я думаю, что, если Бог даст мне прожить какое-то время еще здесь на земле, и, может быть, я уже буду в такой возрасте, и уже дети там будут служить Богу, уже все будет хорошо, и Бог даст мне шанс с ноля вместе с женой начать что-то еще для него, с ноля, с тем жизненным опытом в плане хождения с ним, уже что-то вложить в кого-то, что-то прям, ну, передать, знаете, вот без остатка что-то, что-то взять, и это текст Иисуса Навина, книга, я хотел бы прочитать, знаете, или своими словами немного буду рассказывать, помните, Иисус Навин, он, и Халев с Иисусом Навином, они были посланы в землю с агледатаями, с ними были еще 10 человек, они вернулись, и они вдвоем говорили, возьмем эту землю, потому что Бог обещал, а другие роптали люди, и Бог обещал, когда, он говорит, вы войдете, и когда Моисей потом разделял уже земли, он Халеву, Иуде отдавал определенную часть, в обитованной земле, и вот, вот над чем я размышляю, 45 лет Халев входит вместе с этими людьми по пустыне, найти, он, он не убежал никуда, другое место, он, Иисус Навин, наследует обетование, остальные нет, но все вместе ходят, 45 лет, и он ходит, и когда только зашли они в землю обетованную, когда первое поколение умерло по слову Божьему, Халев подошел к Иисусу Навину, и он говорит ему, помнишь, что человек Божий, Моисей говорил о тебе и обо мне, что он дает эту землю Бог мне, я и сегодня крепок, этот текст записан в Иисусе Навин, 14 главе 6 стиха, он, это история, он говорит, я и сегодня крепок, я попытаюсь найти, но и ныне я столько же крепок, 11 стих, как и тогда, когда посылал меня Моисей, сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить, аллилуйя, и так дай мне сию гору, который говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там женут сыны Иакова, и города у них большие, укрепленные, может быть, Господь будет со мною, я изгоню их, как говорит Господь, Иисус благословил, дал ему, и он написан в 14 стихе, таким образом, Халев остался у делом Халева, Хеврон, сына Ифонина, кенезиянина, до сегодня за то, что он в точности последовал по велению Господа Бога Израилева. Аллилуйя. Моя ревность сегодня, я думаю, прими этот вызов, знаешь, не говори в сердце своем, что твое время прошло. Если есть обетование Божие, если у тебя есть вот эта полнота Евангелия внутри тебя, будь готов в любой момент говорить ее, будь готов высвободить эту силу Божию, это Евангелие, везде, куда бы ты ни пошел, просто будь готов проповедовать Слово Божие, чтобы на горизонте твоей жизни не появилось, действительно, что бы ты не мечтал с Богом, о чем бы ты ни просил для своей семьи, для своих родных и близких, имей внутри себя это послание, потому что Бог говорит после этого текста, когда Он говорит о том, что Он может дать несравненно больше того, о чем мы помышляем и просим, следующий стих говорит, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века, аминь, от того мы получаем и тому слава, где в церкви, в церкви Божьей. Знаете, когда я размышляю о Халеве, я вижу простые уроки для себя, что ли, если можно так назвать. Нам первое, нужно знать, что Бог говорит о тебе и обо мне. Тебе надо знать, что Бог говорит тебе о тебе самом и о народе Божьем, и о церкви. Нужно быть послушным своему сердцу больше, чем мнению людей, чем давлению извне, давлению из мира, давлению неверия, которое будет приходить и дьявол будет атаковать, так как атаковали эти 10 человек. Я вообще удивляюсь, знаете, Халев живет этой жизнью 45 лет, и я уверен, он не дожидается момента, когда же эти ропотники уже умрут, когда вот они умрут, все уже тут ропщат. Я верю, он живет вот этой мечтой, он живет то, что Бог вложил в его сердце, что исполнится Слово Божье в свое время. Он просто делает то, что понимает, он ходит с этим народом, он сидит в веру, я верю. Я верю, там много было уже смирения и много понимания. Бог заботился о них дальше. Но я верю, что как только настал этот момент, он распаковал свою веру, он распаковал это обетование тут же. Не просто потому что себе, потому что то, что описывается дальше в этой главе, насколько Иуда распространился, какие высоты города занял, там просто, не просто гора, понимаете, на которой он там поселился, там владения целые. Бог совершил свое обетование через него, тогда, когда он был готов то обетование, которое было у него от Бога распаковать тут же, не только для себя, но для людей, для своего народа, для своего родства, для целого колена. Бог хочет, чтобы ты сделал так же. И нам нужно понимать, что Бог сохранит нас в любой пустыне для исполнения своего обещания. Он говорит, Бог сохранил меня. Халиф не говорит, я такой молодец, я все смог. Он говорит, нет, Бог сохранил меня до этого места, значит, все будет хорошо. Бог сохранил тебя до этого момента. Нам нужно на протяжении всей жизни, я вижу, что это так у Халифа, оставаться свежими в Боге, бодрствующими, готовыми. Я думаю, нам надо быть готовыми ко второму пришествию. Я стараюсь так свое сердце готовить. Нам надо быть готовыми к тому, что Дух Святой нам скажет. То, что Дух Святой нам проговорит, оставаться свежими. И тебе надо быть уверенным. Бог говорит, если вы будете со мной, я буду с вами. Тебе надо быть уверенным, что ты с Богом. Чувствуешь ты или не чувствуешь сегодня. Любые обстоятельства, совершенно любые в твоей жизни, уверенным, что Бог с тобою. Искать Его лица. Думать о Нем. И все, что мы делаем, пусть вся наша жизнь здесь, на земле, нам будет направлено на то, чтобы Бог прославился через тебя в своей церкви. Бог прославился через тебя в своей церкви. Покаяние твоих родных и близких пусть воздаст славу нашему Господу Иисусу Христу в Его церкви и люди присоединятся. Если это финансовое благополучие, пусть Иисус Христос прославится через твои финансы, как мы сегодня уже слышали. И если это исцеление, то это только заслуга Его раны, Его крови. Пусть Иисус прославится в твоей церкви. Когда Бог сделает через тебя, не помимо тебя, ничего не будет происходить помимо тебя, через тебя своей силою. Сегодня я взял просто отрезок Евангелия, потому что это очень близко мне. Но я думаю, что сила Божья это не просто только Евангелие, это сила Духа Святого. Есть много аспектов, но Бог будет это делать через тебя. То, о чем ты молишься, то, о чем ты помышляешь, Бог будет своей силой делать через тебя. Когда я размышляю об этом, я очень сильно вдохновлен. Я вдохновлен тем, что действительно, знаете, Халев был до конца 45 лет, 85 лет, когда он брал эту гору, он был послушен Иисусу Навину. Он не пытался, нигде не написано, что он пытался стать ровным с Ним. Мы же вместе с тобой ходили, мы же вместе там что-то делали. Когда они перешли Иордан и пожалуйста завоевывай, он не сказал, ну все, пока Иисус Навин, теперь я полетел, теперь мне ух, я буду жить там Бог мне обещал. Нет, он приходит к нему и говорит, а помнишь обетование Божье? Ты слышал то, что человек Божий говорил о тебе и обо мне? Ты слышал Божье обетование в моей жизни? Я хочу взять это. мое время пришло. Я за то, чтобы церковь шла на миссию. Я за то, чтобы мы распространяли Евангелие. Но если в твоем сердце так, если что, принести по-настоящему эту миру, который нуждается, он просто нуждается в Евангелии. Моя мысль сегодня простая, не о том, что мы какое-то мероприятие давайте организуем и будем евангелизировать. Моя мысль сегодня, что Бог хочет благословить тебя больше того, о чем ты думаешь или помышляешь. Но это происходит тогда, когда в первую очередь внутри нас, в нашем внутреннем человеке, в нашем разуме не это занимает первое место. Не этим мы обеспокоены, не эта наша флешка заполнена. А когда внутри нас есть несравненно больше, уже того, чего мы просим и помышляем. И тогда, когда мы делаем угодное в глазах Бога, Бог действительно благословляет, сильно благословляет. Если честно, я привел просто один пример. Я действительно не хочу кичиться чем-то, мне там привалило, знаешь, ну, правда, я правда не знаю, что с этим делать до конца. Я просто в порядок все привел, и все. Ну, как есть, говорю, если ты фермер, я не фермер, давай, сделаем для Господа что-то. Без проблем. Понимаете? Но Бог имеет что-то, а я знаю, что Он имеет. Он имеет своих людей там, которые очень нуждаются, чтобы Иисус пришел в их жизнь. Через меня, через мою семью, через вас, через церковь, чтобы Господь достиг любой переезда, любое движение наше, смена работы, есть ли в нашем мотиве, в нашем внутреннем человеке, есть это послание сквозь все, что я хочу устроиться, получать зарплату, платить аренду, кредиты, сквозь, если мы раздвигаем все это, мы смотрим на цель Божью, кому распаковать то обетование, то обещание, которое есть у меня для этого человека, есть у Бога. и когда вы откроете свой рот, Бог начнет мощно двигаться там. Все остальное, Он говорит, приложится. У меня столько раз было, когда я думал, что вот это Бог дает мне во владение, приходил, и у меня получалось сказать всего лишь Евангелие, но я был такой благословенный, что мне вообще было не важно, получил я это или не получил, потому что я понимал и исполнил волю Божью, а это то, что прилагается. Бог верен, то, что Он вложил в твое сердце, где-то глубоко, та жизнь с Ним, будь готов распаковать это для Господа, тогда Он сделает несравненно больше, о чем ты помышляешь, просишь, через тебя. Ты будешь источником этой благодати и силы Божьей, которая изменяет, изменяет другого человека, не просто в какой-то сфере, а делает его новым творением, а делает его совершенно новым творением, когда вы будете видеть, просто ахать, как Бог сильно использует вас. Будьте благословенны, давайте воздадим Господу славу. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok